Добрый день! Как поведомили в Министерстве жилево-коммунальной господарки, наличные залюты будут проведены по новых тарифах. За студенье отбудется переразлик по тех суммах, которые были наличены неправильно. Кроме того, внешний выгляд жировки в Беларуси может измениться. Квитанции планируется спростить у термин до 1 мая. А вот за отсутность пройденных держательных оглядов можно отримать штраф. Республиканская декада держательных огляд стартовала в Беларуси. Ее проводят совместно сопроцовники предприемства БелТХОгляд, да и транспортная инспекция. Основная мета – взмocнение контроля над своечасовым проходжением держательных оглядов транспортных сродков и притягнение уваги автовладальников до пытания употребления автомобилей в технично справном стане. Статистика свидетельствует, что от 17% до 23% автовладальников в год игноруют процедуру держательных оглядов. Такие водители могут быть покараны штрафом. Минулую субботу многие гамильчане провели за громадской корыстной справой. В районах областного центра пройшли первые субботники. Жадание поудельничать у них выказали коллективы предприемств и организации города. Дарыши Совета Министров вызначена дата проведения республиканского субботника. Все литойон запланованы на 23-е красавика. Жихары краины наведут парадок на рабочих местах, будут працевать над доброупорадкованием историко-культурных каштовностей, а так само территорией населенных пунктов. Частка сродков, заробленных у день субботника, будет выкористана для будовництва Гомельской областной детячей клиничной больницы. Три годы тому в Беларуси был принят закон об медиации. Ей он сприяет досудовому выращению спречек и конфликтов, а так само снижению нагрузки на суды. Однако, как недавно, до этого часа певная частка людей, докладно не ведая, чем отразливается медиация от той же медитации. Сегодня гости и эксперты ток-шоу Пушкина 8 постараются расставить все кропки и нады. Глядите программу сегодня в 18.50 на Беларуси 3. Сегодня у беларуских школьников начались весновые каникулы. Приемный подарунок на пиареды не отримали юные гомельчане от супрацовников коммунального и унитарного предприемства «Кинотавр». На другом поверхе кинотеатра «Кострышник» открылся новый дискоклуб «Глянец». В вечерний час тут будут проходить дискотеки для подлетков в возрасте от 15 до 17 годов. Тому, зрозумимо, алкоголь тут продавать не будут. Наведовальникам пропонуют музыку от лепших диджеев Гомеля. Установа оснащена профессийным светловым и гуковым обсталеванием. Особливую увагу надали створению с участного интерьера. В перспективе тут плануют выкористовывать помешкания для проведения выпускных вечеров и новогодних святов. А уже зараз мотлики музычные и танцевальные беднани мают махчимость проводить тут занятки. Мы предоставляем возможность, а в Гомеле их очень много, многочисленным молодежным музыкальным коллективом позиционировать себя здесь, собирать своих сторонников, заявлять о себе, о своих способностях, о своих увлечениях. Поэтому вот эта площадка, которую вы видите, она многоцелевая. И я думаю, она будет востребована. Тем часом набирая обороты отборочный этап областного конкурса «Юная телезорка». На этом тыдне кастинги пройдут в Гойницком, Гомельском, Октябрьском, Ельском и Добружском районах. А на переддень отборочный этап телевизионного проекта отбылся на Ветковщине. Наша здымочная группа сочила за ходом мероприемства. Просто, просто, мы память веселые, бойтесь с нами, танчуйте с нами. Девять удельников, девять оригинальных номеров и девять светлых надей на перемогу у первшем туры конкурсу «Юная телезорка». Каждый из конкурсантов уже улепший по выниках попереднего этапа отборочного тура у Ветковском районе. Але переможцами станут только двое. Меня зовут Максим. Максим, почему ты хочешь быть телеведущим? Ну, потому что это... Мне эта профессия очень нравится. Очень нравится? Ты давно понял, что ты хочешь быть телеведущим? Да. Или только во время конкурса? Давно. Журы особливо уважливо оценивали промолницкие оздольности конкурсантов. Але опошние имкнулись со шматбаково представить свои таленты. Кожный третий удельник продемонстровал добрый вокал. Отборочные этапы конкурса «Юная телезорка» пройдут во всех районах Гомельской области. По финал кастингу отбудется у маи, а финальный галоконцерт – летом. Переможцы отримают шанс стать ведущим детячей телевизионной программы. А тому настрой конкурсантов самый серьезный. Я решила попробовать, попытаться. Вдруг получится. Все-таки шанс есть. Мне много учителей говорили, я найди на диктора, будешь ведущей. Либо с журналистом. Ну, не знаю, но я больше предпочитаю медицину. Если здесь получится, то попробую, конечно, в телевидении. Если нет, то попробую медицину. В некоторых случаях это можно совмещать с медицином. Да. Да. Уличивающие яскравые выступления детей, журы на этот раз зарабила выключение с правилов и вызначила трех переможцев. Шанс стать юной телезоркой по выниках конкурсу отримали Наталья Вакарчук, Ангелина Бахрамеева и Максим Варочкин. Александр Гамоля, Светлана Князева, Дмитрий Радянко. Телерадиокомпания «Гомель» Зветковского района. А у Речицы на минулых выходных вызначали переможцу отборочного тура международного конкурса фестивалю «Оптинская весна-2016». Финал творчиха с поборництва отбудется в мае у Калужской в области России. Конкурс с бюре талиновитых выканавцов народной песни из разных краин света. За отбором конкурсантов от Беларуси сочила наш корреспондент Вероника Ворошилина. Перед початком гала-концерта у Вази присутных музычный перформанс. Зараз позитивного настроя гостям дарились модельные артисты Беларусского державного университета, информатики и радиоэлектроники. Ансамбль народной песни «Гомель» наиснует уже 400 год. Что интересно, в его составе «Амельняма» людей из музыкальной эдукации. Переважно специалисты технического профиля. 25 лет мы очень плодотворно работаем на ниве нашей традиционной культуры. Коллективы же технарядные. Кто-то закончил вуз, кто-то еще учится, кто-то в магистратуре учится, кто-то в аспирантуре учится, кто-то преподает уже. И все, в общем-то, находят свое какое-то место в нашем коллективе. Международный конкурс-фестиваль славянской народной песни «Оптинская весна» проходит у номинации «Сольный народный вокал». Удельники выконывают по одним творы духовной и народной тематики. Обовязковые потребования у всех выступлений проводятся подживое, в музычное сопровождение, або акапельно. Фонограммы любого вида выключаются. Оценивая конкурсные выступления высокопрофессийные журы, у состава якого у выходят деячая культура и мастерство, ведущие педагоги в НУ славянских краин, композиторы и вокалисты. На мой взгляд, белорусская народная песня в последнее время уже теряет свое обличие. Она больше появляется в обработанном виде, я бы сказала, непрофессиональном. Очень мало остается носителей традиционной белорусской культуры. И я считаю, что нужно поддерживать такие конкурсы, давать им жизнь, дорогу в жизнь. У гала-концерта, який проходил у рыжеской детячей школы мастерства, выступили члены журы и переможцы отборочного тура. Финал творческого споборництва по традиции будет проходить у городе Козельске, Калужской области. Конкурс корастается великой популярностью, что вот сбирая на одной сцене моцных выканалцев взрослых краин свету. В этом году мы усложнили задачу, потому что мы сделали первый тур отборочный по видеозаписям, в котором приняло это участие 48 конкурсантов из Беларуси. Отобрано было для второго тура 26 конкурсантов. Из них вот четверо удостоятся этого звания представить нашу страну в финале. Участверку счастливчиков, який умает отправиться у Козельск, трапила Новополосского музычного колледжа Ксения Драуницкая. Девчина профессийно занимается музыкой с 4-х годов. Ксения признается, до конкурса рыхтовалась старанно и отказно. В этом конкурсе я участвую уже второй год. В том году я заняла второе место, а в этом году я стала лауреатом. Я поеду представлять нашу страну в Россию. Я очень рада, что мне предстоит такая возможность. Я очень волнуюсь и надеюсь, что все хорошо получится. Вероника Ворошилина, Вальдриха Панько, телерадио-компания «Гомель» с Режицы. Новины региона, информацию об проектах телерадио-компании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресе www.tevergomel.by. На этом выпуск завершен. У студии працевал Александр Гамоля. Усягу вам доброго и до встречи в эфире.